Привет! Всем привет! Я делаю накладные ногти на заказ почти год и достаточно много об этом знаю. Как я делаю накладные ногти, буду показывать на примере вот этих ногтей, где-то здесь я их вставлю. Их я делала недавно, делала всего лишь 5 ногтей для видео в ТикТок. Но на этой неделе сделаю вторую руку и выставлю их на наличие. Праймер я на накладные ногти на типсы ни в коем случае не наношу, потому что это как минимум испортит, уменьшит качество типсы. Как максимум, типсы от праймера просто треснят. И это вообще бесполезно, наносить праймер на типсы, если говорить уже так. Дальше типсу я всегда бафлю обязательно. Обычно я даже бафлю мелкой пилочкой, чтобы более надежно все схватилось и ногти как можно дольше прослужили своему владельцу. Базу я наношу обязательно, наношу каучуковую, как и каучуковый топ. Это дает ногтям, они от этого становятся более гибкими, скажем так. И недавно на прямом эфире в ТикТок у меня спросили, почему одни мастеры накладных ногтей наносят базу на типсы, а другие мастеры накладных ногтей не наносят базу на типсы. Этот вопрос меня... Почему я наношу базу на накладные ногти? Во-первых, это дает ногтям дополнительную прочность, и они дольше прослужат своему владельцу. А во-вторых, база необходима для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление между типсой, пробафленной, и лаком. Что будет, если базу не нанести? Наверное, ничего особо страшного не случится. Допустим, на типсы для выкраски, на пробафленные типсы для выкраски наносят лак, и он не слезает, не скамкивается, все вроде как хорошо. Типсы для дизайнов. На них обычно рисуют или выкрашивают лаки. Они достаточно недешевые и очень быстро заканчиваются. Поэтому, если у вас есть ненужные, некрасивые дизайны, вы можете снять их под горячей водой. Эти типсы кладут в стакан с горячей водой примерно на минут 20, наверное, или даже 10. Но, когда вы снимаете накладные ногти, вы снимаете их в горячей, теплой воде, потому что от температуры клей для накладных ногтей расмягчается. И что случится с лаком, если там нет базы? Мне кажется, достаточно очевидно. Теперь к дизайну. Первым делом я наношу черный лак-подложку на большой палец. На нем я хочу нарисовать гриб. Кстати, эти ногти я рисовала по мотивам такой картины. Ее я нашла в Пинтересте. Но, так как подложка лака у меня черная, на нем прям нарисовать гриб, чтобы цвета были яркими, достаточно сложно. Поэтому я сначала этот гриб прорисовываю его контур-силуэт белым лаком. На нем цвета будут ярче. После того, как я вырисовала его силуэт, я начинаю закрашивать ножку. Его я перекрываю таким темно-бежевым цветом. В общем, у меня оставались остатки этого лака, и мне кажется, по цвету достаточно подходит. Дальше красным цветом я рисую прожилки этому грибу. Но мне этот гриб казался каким-то недозавершенным, поэтому я решила добавить детали в виде кружочков на ствол этого гриба. После просушки лака покрываю ногой топом, но мне не хватало еще чего-то на этом ногте. Поэтому я решила добавить объемность и нарисовала базой, довела эти красные прожилки на шапочки гриба, и мне достаточно все понравилось. Следующие два ногтя я задумалась делать водоворотами. Один водоворот хочу сделать черно-белым, а другой таким радужным. Кстати, возможно, не все понимают, как рисовать водовороты, как это делаю я. Сначала я выбираю цвет, обычно он самый яркий, в середине основу, закручиваю первую спиральку, просушиваю ее в лампе, а по ней уже как бы навожу все следующие остальные цвета. И иногда эти цвета я до конца не засушиваю. В данном случае, правда, здесь должно было быть все ровно, так что я практически все цвета следующие по очереди просушивала. Черно-белым водоворотом я сделала точно так же, по той же технологии, правда там было поменьше цветов, и его было на самом деле легче нарисовать. Но мне чего-то не хватало в радужном водовороте, поэтому, почему бы и нет, я решила его перекрыть матовым топом, а на нем уже нарисовать силуэт маленького грибочка мухомора. Единственное, на этом матовом топе мне почему-то было не совсем удобно рисовать этими красками, потому что они как бы так и расползались. Но после просушки никаких проблем не возникло, грибочек держится крепко и не отвалится. В общем, я тоже нарисовала белый силуэт этого грибка, а потом начала его разукрашивать, там красная шапочка и белые крапинки. Для более яркости навела черной краской силуэт и перекрыла это все так аккуратненько глянцевым топом. Кстати, вроде бы я перекрывала в два слоя, для того, чтобы это было более объемно. Черно-белую спиральку я перекрыла глянцевым топом, мне кажется, это было лучшим решением. Как вышел этот ноготь, мне понравилось, да и цветная спиралька тоже классная. Мизинчик я решила сделать с такими радужными подтеками, они тоже присутствуют на этой картине. И сначала я сделала белой краской силы от этих подтеков, снова для того, чтобы лаки были более яркими, а потом уже как бы по контуру довела цветными лаками. Единственное, меня смущал тот факт, что у меня есть один ноготь, он как бы матовый, а все остальные они как бы глянцевые. Мне кажется, это не совсем гармоничным, поэтому я решила сделать эти подтеки тоже глянцевыми, а всю остальную черную часть ногтя матовой. Правда, с матовой частью ногтя у меня возникла небольшая проблемка, потому что первый раз, когда я перекрыла матовым, там были проплешины чего-то такого глянцевого, поэтому я его перекрывала в несколько слоев. И последний ноготь, он мой самый любимый, потому что в этом маке я решила сделать что-то новое. Изначально я хотела сделать радужный градиент из всех этих цветов, но градиент у меня пока что не идеальный, у меня бы на это ушло часов пять. Вспомнила, что когда я делала дизайны с морем, это, кстати, много показывалось и в ТикТоке, такие видео были, в общем, нужно подуть трубочкой для того, чтобы цвета расплылись, и был так как бы эффект морской волны. У меня здесь была радуга, но почему бы и нет. После того, как я это все раздула, вроде бы вышло так, как надо, что-то такое на морскую волну похоже, но так как цвета не радужные, ассоциации с морем особо-то и нет. Решила проэкспериментировать и добавить технику камня натурального. Ее обычно используют в квартсе. Для того, чтобы сделать такой дизайн, топ должен быть полупрозрачный, но если у вас нету полупрозрачного топа, вы можете взять небольшую частичку какого-то цвета, который вам нужен. У меня это был белый цвет, я хотела полупрозрачным белым это все перекрыть. Смешать небольшую частичку с этим топом, оно будет такое, как надо. Главное не переборщить. Перекрываете. Я сделала два таких слоя, потому что мне показалось этот ноготь и так достаточно толстенький в ширину, но на самом деле все было идеально. Вот этот ноготок. Мне безумно нравится, как он вышел, и издалека он тоже очень классно смотрится. Кстати, напишите, или нравятся вам такие туториалы. Возможно, вы хотите больше видео именно таких длинных, туториальных, там, где я делаю какие-то дизайны. Если да, то напишите об этом. Я постараюсь их выпускать чаще.